Однако здравствуйте! Информационная война против Сирии началась практически одновременно с возникшими там беспорядками и не утихает ни на секунду. Задача показать, что кровавый режим Асада расправляется с мирными повстанцами, которые нуждаются в активной защите со стороны Запада по ливийскому образцу. Телеканал Аль-Араби описывает штурм сирийской армии города Хомса. В городе идет настоящая война. Его обстреливают из тяжелой артиллерии, танков и самолетов. Только в воскресенье в городе погибло 9 человек. Вообще, по данным правозащитников, в Сирии с начала беспорядков погибли 2700 человек мирных жителей. Официальный Дамаск называет цифру потерь среди солдат и полиции около 700 человек. Даже если верить цифрам так называемых правозащитников, когда количество жертв регулярной армии и силах правопорядка соотносится как один к четырем по отношению к гражданскому населению, из этого следует, что никак это уже не гражданское население. И когда тяжелая артиллерия и самолеты утюжат плотно населенный город, ну никак не может быть 9 погибших. Это туфта. А правда в том, что Сирию взрывают изнутри и снаружи, при этом пытаясь лишить власть возможность сопротивляться насилию. Соединенные Штаты и Евросоюз в одностороннем порядке ввели против Сирии санкции, в том числе экономические. Западные лидеры неоднократно открыто заявляли о том, что АСАД должен уйти. Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности проект резолюции, который давал возможность контролировать поставки оружия в Сирию, что создавало возможность военного вмешательства на стороне оппозиции по ливийскому образцу. Как заявил и посол США в ООН Сьюзан Райс, кризис в Сирии будет продолжаться до тех пор, пока Совбез не сделает то, что он должен сделать. А должен он сделать одно – развязать руки для прямого вмешательства, без которого никакая оппозиция в Сирии победить не сможет. Потому что задача не защита некого призрачного мирного населения, а свержение режима Асада. В Сирии – ближайший союзник Ирана. Вместе с иранской Хизбаллой и палестинским Хамасом они составляют единый фронт радикальных оппонентов Израилю и США. При этом сирийский порт Тартус остается единственным на сегодня пунктом снабжения, на который может опираться российский флот в Средиземном море. Россия предлагает прекращение насилия и переговоры между сторонами. Запад последовательно срывает переговоры, побуждая радикалов к насилию. При этом какие переговоры с кем бы ни вел Асад, всегда найдутся специально обученные революционеры, которых никакие результаты переговоров не удовлетворят. Представитель Комитета поддержки сирийской революции в России Махмуд Аль-Хамза назвал спектаклем для прессы визит в Москву внутри сирийской оппозиции, прибывающей из Дамаска. Эта делегация не имеет никакого отношения к оппозиции, а не против восстания. Действительно, какая же это оппозиция, если они против восстания? А вы говорите переговоры. На самом деле, Сирия лишь эпизод в большой геополитической игре американцев в регионе. Игре, где очень важная роль отводится Турция. Сегодня Турция, оказавшаяся в результате арабской весны доминирующей силой в регионе, предлагает свое кураторство и покровительство Египту и Ливии. Направляет и поддерживает отряды боевиков сирийской радикальной оппозиции, центры которой располагаются на территории Турции. Еще в декабре 2008 года Турция, бывшая до тех пор привилегированным союзником Израиля и посредником на переговорах с Сирией, резко прекратила свое посредничество и сорвала переговоры. Когда, по свидетельствуя хода Ольмерта, исполнявшего тогда обязанности израильского премьера, до достижения соглашения оставался один шаг. Сегодня Турция демонстративно задирает Израиль, практически на грани военного столкновения, но никак не переходя эту грань. При этом та же Турция ведет необъявленную войну со своим бывшим близким партнером Асадом. Турецкий премьер Эрдоган изображает из себя нового Саладдина, победителя крестоносцев, осуществляющего голубую мечту турецкой политики – османский реванш. О, несравненный султан, затмевающий блеском солнце, и все светило, и всех владык мира. Мои дорогие, это нам нравится. Турция была и остается привилегированным союзником Соединенных Штатов. Есть основания полагать, что как бы исламистской Турции делегирована миссия, которую Соединенные Штаты не в силах взять на себя, поскольку не могут дистанцироваться от Израиля. А туркам можно. Турции отводится роль нового лидера исламского мира, призванного вытеснить ненавистный американцам Иран. Развал Сирии – ступенька на пути реализации этого проекта. Правда, следующей ступенькой после развала Сирии может стать большая война в регионе. Однако, до свидания.